У меня годов до двадцати пяти к дамам настоящего родения не было. Конечно, при гостях пронзительность глаз делаешь, а всё не мои. Притом холостой, да мастер корабельный, да к сватье налетают, как вороны на утёнка. — Погоди, Митька, роешься в девках, как в сору. Одна некрасива, другая нехороша, а криворота камбала и достанется. — Скажите, как напужали, небось напужаешься. Над экими, как ты, капидонами, вымышляют колдуныки. В гости тебя зазовут, в чаю, в кофею чего надо споют. Страшно квазимоду и возьмёшь молекулу. А я живу, какого-то счастья жду, судьбы какой-то. А дни, как гуси, пролетают. Позапрошлое наступила зима. Выпали снеги глубокие, ударили морозы новогодние. Три дня отпуску. Три билета в Соломбальский театр. Соломбала, города Архангельска, пригород. От нашей корабельщины три часа ходу. У вдовы усмывалих и остановился. Вечером в театре жарко, людно. В антракт угляделся. Рядом особо сидит молодая. Сроду не видал такого взора. Не взгляд, тихая заря поздно вечерняя. Больше во весь вечер не посмел в ейну сторону пошевелиться. Другой день ушёл в гости к вечеру. Народушку в театре, как тараканов на печи. Ишь, лорд какой расселся, член парламента, расшеперил лапы-то. А я ей на место охраняю. Идёт. Голову гордо несёт. Щёки, уши пылают. Стыдится. Честного поведения значит. Привстал ей. Мила улыбнулась. Грозу Островского представляли. Вместе ахнем, вместе рассмеёмся, а слово за сто рублей не сказать. В антракт осмелел. Неугодно пройтись в фойе. С кем имеют честь? Такой-то. Марья Ивановна Керстен. И в слове, и в походке она мне безумно нравится. У ей всё так, как я желаю. Что на меня зорко глядите? Очень вы, Марья Ивановна, ненаглядны. Только во взорах эко-печаль. От того, что родом я, со печального синяя солона моря. У меня тоже не с кем думы подумать, заветного слова промолвить. Марья Ивановна, мы другой вечер рядом сидим. Вы меня вчера заметили ли? У ей и смехи на щеках играют, оглядывает меня. Экипажицкая рубашка, норвецкий вороток, Около шеечки платок, словно розовый цветок. Ну, как вас не заметить? Это я для вас постарался. Гарнитуровым платком повязался. А в последнее действие уливается моя соседка слезами. Люблю слушать, как занапрасно страдают. Любите, а эдак плачете. Я сама в том же порядке. Проводить не дозволила, одна убежала. На третий день представления не было. Только дивертисмент музыкальных номеров. В мире звуков рассказываю Марье Ивановне, Что, де у меня мамы нету, Сам хлебы пеку, тесто жидко разведу, Скобы у дверей и у ворот в тесте. А она... Говорите, говорите. Я потом вашу говорю буду разбирать, как книгу. Марь Ивановна, мы по своим делам часто в соломболе бываем. Дозвольте с вами видаться. Да что вы! Ведь я замужем. Как нож мне к сердцу приставила. Так... От мужа гуляете? Гуляю. За пять лет замужества Случаем в театр попала. С добрым человеком поговорила. Может, до смерти нигде не бывать. Теперь это не воля отменена. Не воля отменена, да совесть взаконена. Вот вы наделали дело. Бросаете меня. Куда я теперь? Но горячность моих упреков Умиротворяет чудная мелодия вальса. Зачем я встретился с тобою? Зачем я полюбил тебя? Зачем назначено судьбою Далеко ехать от тебя? Марья Ивановна сделалась в лице переменно. Встала, выхватила у меня Из грудного карманца Батистовый платочек. Публика музыкантом хлопает, А я слышу тихое, Но внятное слово. Пока я жива, Это мне лучезарная память. А умру, Глаза вашим платочком Накрыть прикажу. И ушла. Как век не бывало. Опомнился, Да побежал вслед. Знай метелица летит в глаза, Да адмиралтейская часозвоня Полночь выколачивает. А смывалиха на квартире. Сегодня в Соломболе Два дива было. Первая дива Машенька Керстен В театре показалась. Вторая дива С некоторым молодым человеком Флиртовала. Она чья? Она кто? Мужняя жена. Замужем живет, Честь наблюдает. Муж, Муж что пьюшей, Хилен такой. Она мукой замучилась, А уж ни с кем Ни-ни-ни-ни. Сама портниха, Рукодельница, Замужем живет, Честь наблюдает. Мне тоже бесчестно Баловством-то сорвать, Кабы навеки моя, А так баловством Мне не надо. И той же ночи Побежал я домой. Бежу пустыми берегами, Громко плачу, Как ребенок. Эх ты, Машенька Керстен, Навела мне беду. И поклялся я Забыть эту любовь. За троих работу хватаю, Сам себе внушаю, Не думай про нее, Знай, что она не твоя. Да, а ночь-то моя, А кто же рад один-то? Бывало, Не лягу в хороших брюках, Все увертываю, Да углаживаю, А теперь Обородатель похудел. Зима наизвод пришла, На верфях стук, Да юг рано и поздно. У меня топор в руках, Чертежи в глазах, На уме Машенька Керстен, Голос ее, Духи ее слышу. Эх, Митя, Митя, Упустил ты свое счастье. Не курил, Закурил. Притом эту сплетню Из соломбола Принесли в нашу корабельщину. То прежде дамы По своей части Меня хладнокровно укоряли. Теперь, Видя полноту переживаний, В другую сторону Заобиделись. Заведущая парикмахерской Как-то при гостях На меня затужила. Не желаем Соломбальску Принцессу. Сейчас парикмахерскую Замкну И ключ в море брошу. Пусть чай населения Ходит в диком образе. Пришла весна красна С летечком теплым, С праздничком майским, Со всем народом, Со всем славным шествием Пришел я в соломболу. И скопилось три дня свободных. Куда пойду? А смывалиха на углу И стоит. Здравствуй, Митенька. Да, помнишь Машеньку Керстен? В театре-то увлекались. О, вдовела. До краю допил. Она где живет? В город переехала отсюда. Улица какая? Дом какой? Дом номер восемнадцать. Улица... Погоди уже. Дом номер восемнадцать. Улица... Забыла. Ново какое-то переменено название. Она где с мужем-то жила? И вот, где домичек зеленый. В зеленом домике самовары лудят да паяют. Никакой Марьи Ивановны не знают. Сунулся возле дворной соседи. А мы у ей на новоселье не бывали. Городского пива не пивали. Гвардиянка была искрытница. Я на перевоз да в город. В адресном бюро дежурно подает адрес прежней, Соломбальской. В город она переехала. Может, и год проживет не прописано. У нас не торопится. Все пропало. Машенька, Керстен, утерял я тебя. Вылез на крыльцо, а кругом-то весна. Река-то льда располнилась, в море плывет. Чайки кричат, пароходы свистят. На домах, на пристанях, на кораблях. Флаги, ленты, банты. Эх, отвяжись, худая жизнь. Привяжись, хорошая. Я искать пойду. Обойду город с верхнего конца до нижнего. В каждую улочку загляну. В каждой улочке дом номер восемнадцать найду. Везде спрошу Марью Иванну Керстен. Взял да и пошел. Три дня ходил. Как лесом пошел этими домами. Номер восемнадцать увядаю, так сердце изомрет. У старушки пить попрошу. Здесь проживает портниха такая-то. Ответ один. Не знаем. Не знаем никаку, Марья Ивановна. По дворам собаки приведутся, за ноги хватают. На мхах одушевленно собачка. За штанину ухватясь, две улицы на мне ехала. Иду, фасон не теряю. Иду в желтых щеблетах. Пальто серого драпу, норвецкое кепи. Дома делили, спорт курю за шестьдесят пять. Тут пушку купил. Индия-домоуправляющий выскочит, как пробка из бутылки. Санитарно инспектора являетесь. Помойной ямы смотреть. Иду своим путем за своим делом. Ничего не доспел. А той же отвагой к смывалих и ночевать явился. Нашел? Найду. Присушили тебя приворотным зельем опоим. А то пять кошки есть трое шорстны. Завтра пойдешь шляться. Зайди в кафе «Ледовитый океан». У ворот бабка-гадалка живет. На другой день ходил главными улицами. Помню, в комфортабельную квартиру зашел. А потолки трясутся. В шкафе посуда, говорит. Спрашиваю, что это у вас-ка быть последний день Помпеи? Это у нас пенсионер Иван Авдеевич. Физкультурой занимается. По своему этажу кровать с перинами катает. Нет, моя жемчужина сюда не закатилась. В обед на реку выгулял. Тут кафе «Ледовитый океан». У ворот старинная избушечка. Кобыть из-под егой бабы постучался. Хозяйка жива? Жива маленько-то. Хорошенько-беленько старушоночка у оконца вяжет. И котенок у печки из чашечки лапкой ест. Бабушка, я не гадать. А что тут гадать? Без гадания, видать, нарядной, возволнованной судьбу свою ищешь. Бабушка, я остался без невесты. Значит, курняга какая-нибудь. Нет уж всех честней да прекрасней. У тебя-то, дитя, простота в лице детская, ненаглядная. Ежели она стоящая женщина, ты у ейного сердца прижат. Потеряю ее, буду пить, в карты играть. Не дитя, праведна любовь, не потеряются. На тебе, бабушка, на гостинце. Не надо, не надо. Свадебного принесешь. Пряничков мятных. Как меня эта маленькая старушка развеселила. А к вечеру еле ноги перекладываю. Новые ботинки жмут. О, полночь владейну улицу выбрел. Над городом тихо припало. Солнце присело на воды, как утка. Вот и дом номер восемнадцать. А как зайдешь? Стою булочку доедаю. А на крыльце человек и пошевелился. Вам кого? Дозвольте с вами на крылечке посидеть. Опоздал на пароход. Даже прилечь не угодно ли. Вот вам оленья постель. Я, как выпью, меня женка всегда на улицу выгонит и постелю высвеснет. Для гостя можно бы в избу поколотиться. Да боюсь, чем бы не огрела. А я на оленин упал, пальтишком накрылся, как у мамы за пазышкой. Пароходные звездки разбудили. В горницах хозяева ругаются. Больше слыхать выговор женственной, полной, окатчистой. Я застегнулся да наутек и не поблагодарил. А день серый с дождем поглядел на себя весь в оленьей шерсти. По дороге канава. С горы вода летит, льет. Мостик был да сплыл. Я размахнулся да раз на ту сторону. Тут оступился, каблук отсадил и карман оторвал. А глины на ногах, на боках. Ох, тут я духом упал, тут весь форс потерял. И поворотил я обратно. Скорей бы на пароход да домой. Плакать не плачу, а слеза бежит. Эх, Машенька Керстен, потерял я тебя. А поперек дороги под старым карбусом сапожник, как в магазине, сидит. Тремя гвоздиками прихлопнул мне каблук. Мастер, вы худо сделали. А худо сделал, так опять ко мне прибежишь. А крепко сделаешь, так и без денег сидит. Мастер, вы мне карман не прилепите, хоть на живую бы нитку. Наша фирма этими пустяками не занимаются. Эво где? За углом портниха живет. Дом номер восемь. Дай схожу, хоть пальто зашьет да почистит, а то хуже пьяного. Дом номер восемь. Крылечко и сенцы чистенькие, половички тканые. За дверью швейна машинка стучит. Поколотился. Зайдите. На порог ступил у оконца. О, на! Радость любезна бывает слезна. Захватилась за меня, руками за шею напала. Вы въяв ли мне видитесь? Не во сне ли мне кажетесь? Машенька, в день веселья моего не плачь. Жить-то начинать безвостошно было. Как в погребу сидела с вами, рассталась. А я-то тебя искал. В домах заблудился. В дождях замочился. Дому номер наврали. На до восемь восемнадцать сказали. Третий год с ней живу. Каждый день, как в гостях гощу. Така хозяюшка, така голубушка. На пароходе со мной в море выпросится. Машенька, там тебя заплеснет валом. Митенька, ты меня крепче держи-то. Смывалиха встретилась. Поздравляю, Митенька. Умно ты родился, да умно и женился. А, соврала номер-то. Ураль я редкозубая. Забыла. Субтитры делал DimaTorzok